Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. Обновленная версия декрета номер 3 находится в администрации президента Беларуси. Для определенных категорий беларусов сократили до 10 лет срок обязательных страховых взносов для начисления пенсии. ГГУ имени Франциска Скарины присоединился к Всемирной неделе предпринимательства. Чтобы, может быть, предпринимательский дух еще больше жил в этих стенах. А теперь об этом и не только подробнее. Обновленная версия декрета номер 3 находится в администрации президента Беларуси. Об этом сообщила министра труда и социальной защиты Ирина Костевич, пишет Белта. Мы уже неоднократно говорили, что обновленная версия декрета направлена прежде всего на содействие и стимулирование занятости, на активную политику занятости по отношению к тем гражданам, которые действительно хотят работать, подчеркнула Ирина Костевич. По словам министра, новый проект документа в том числе направлен на выход из тени тех, кто занимается скрытой деятельностью. Чтобы действительно вывести этих людей на рынок труда, в первую очередь мы планируем полное возмещение тех затрат, которые сегодня леготируются со стороны государства. Какие это будут услуги, будет еще рассматриваться, добавила Ирина Костевич. Для некоторых категорий беларусов сократили до 10 лет срок обязательных страховых взносов для начисления пенсии. Изменения в закон о пенсионном обеспечении, которые на этой неделе были представлены на сессии Палаты представителей, были поддержаны депутатами. Страховой стаж до 10 лет сократили для лиц, длительно и практически непрерывно осуществляющих уход за нетрудоспособными, а также для военнослужащих, которые имеют стаж работы более 10 лет, но не выработали военный стаж. Стаж для начисления пенсии будут включать в периоды ухода за инвалидом первой группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за престарелыми, достигшими 80-летнего возраста и нуждающимися в этом уходе. Напомню, до 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. С 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год до 15. В 2015 он уже был 15,5 лет. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода. Теперь он составляет 16 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев, до 20 лет. К другим новостям. Зарплаты некоторым работникам здравоохранения планируют повысить в Беларуси уже с 1 декабря. Планируется увеличить тарифные оклады младшему медперсоналу, а также начинающим врачам, не имеющим квалификационных категорий и опыта работы. Повышение зарплаты коснется специалистов, которые работают в государственных учреждениях здравоохранения. Решение об увеличении заработной платы медицинским работникам принимается на уровне правительства. Средняя зарплата по отрасли с января по сентябрь 2017 года увеличилась в среднем на 14%. Продолжаем выпуск. Товары и платные услуги в Беларуси с начала года подорожали почти на 4%. Это заметно ниже, чем прогнозировало правительство. В лидерах по подорожанию с начала года оказались жилищные коммунальные услуги примерно на 15%. С начала года также заметно подорожали фрукты почти на 19%, среди которых больше всего подорожали яблоки, которые поднялись в цене вдвое. Образовательные услуги в целом с начала года стали дороже примерно на 10%. При этом некоторые товары и платные услуги все же подешевели. Среди них чеснок, виноград, гречневые и пшеные крупы, свинина. Также дешевле стали некоторые виды гаджетов, в частности смартфоны. Правительство прогнозирует, что в нынешнем году товары и платные услуги подорожают не больше, чем на 9%. Пока темпы роста цен на товары и платные услуги ниже, чем прогнозировалось. За прошлый год цены на товары и платные услуги в Беларуси выросли примерно на 10,5%, а в 2015-м на 12%. Идем дальше. 170 стран на этой неделе одновременно провели тематические мероприятия, чтобы рассказать о роли предпринимателей в развитии страны экономик. Прошли они и в нашем регионе. Например, на протяжении пяти дней в ГГУ имени Франциска Скорина устраивали тренинги, бизнес-семинары и круглые столы. В роли спикера выступили ученые, предприниматели, представители власти и руководители бизнес-сообществ. Они обсудили развитие частной инициативы в регионе, современные способы продажи продукции на экспорт, права потребителей. Университет постоянно занимается вопросами вовлечения студентов в предпринимательскую деятельность и реализацию их творческих способностей. Но в этом году мы решили немножко объединить ряд мероприятий и присоединиться к Всемирной неделе предпринимательства для того, чтобы, может быть, предпринимательский дух еще больше жил в этих стенах и заинтересовал не только студентов экономического факультета, но и в целом студентов университета. Экономика Беларуси нуждается в свежих идеях, инновациях, привлечении предприимчивых людей к открытию собственного дела. Ведь помимо предоставления им возможности воплощать в жизнь бизнес-идеи и зарабатывать на этом, очевидна колоссальная отдача для экономики, создание новых рабочих мест, пополнение бюджета, здоровая конкуренция. Подходим к тому моменту, когда нужно развивать частный бизнес, когда это уже не кустарно, не точечно, а действительно нужно развивать в глобальном формате, потому что во всем мире во всех странах частный бизнес – это большая часть ВВП страны, и поэтому Беларусь двигается в этом направлении. Второй год в ГГУ действует стартап-школа. Ее участие во Всемирной неделе предпринимательства стало серьезным событием. Ведь все практические проблемы, которые встают перед бизнесом, важно рассматривать с потенциальными предпринимателями теоретически. Моделировать различные ситуации, чтобы на выходе их собственный путь в бизнес был менее извилистым. Предпринимательство – это большой труд, нужно быть к этому готовым, да? И это тот труд, который, как бы, он непредсказуем. То есть, может повезет, может не повезет. Если человеку не везет, то нужно понимать, что это не то, что кто-то ему подстроил или неправильно закон написал, а то, что это у человека в голове. Если он настроился действительно четко, на работу, на качественный труд, он будет стараться, то обязательно получится осуществить свою идею и заработать деньги. Скоро в университете стартует очередной конкурс бизнес-идеи и проектов «Мой стартап». В течение полугода пройдут три его этапа. Сначала около ста студентов экономического, математического и физического факультета определятся с нишей, будут встречаться с опытными бизнесменами, изучать основы бухгалтерии. А через три месяца начнут воплощать свои идеи в жизнь и зарегистрируют индивидуальное предпринимательство или предприятие. Последний этап – оценка финансового результата деятельности. Именно такими инициативными и целеустремленными студентами в будущем обязательно будет достигнута главная цель проведения Всемирных недель предпринимательства – формирование бизнес-культуры и деловой инициативы. Ведь предпринимательство – это основа экономики, от которой всегда будет зависеть стабильность в обществе. Специалисты налоговых инспекций напоминают о том, как правильно осуществлять деятельность по заявительному принципу. Перед тем, как приступить к работе, нужно письменно уведомить налоговую по месту жительства о желании осуществлять деятельность без регистрации ИП. При этом надо указать вид деятельности, товаров или услуг, место и период ее осуществления. От работающих по заявительному принципу граждане требуется предоставлять отчеты и декларации в налоговые органы, вести книги, проверки и прочее. Не имеет к ним претензий и Минтруда. От граждан, работающих по заявительному принципу, например, не потребуется ввести книгу, жалобы и предложений. Кроме того, если субъекты хозяйствования при реализации товара в работу услуг обязаны выдать потребителю документ, подтверждающий оплату, то физическим лицам предлагается выдавать такой документ только по требованию потребителя. Также физлицы не обязывают использовать в своей работе кассовые аппараты. Единый налог должен ежемесячно уплачиваться до начала деятельности, но только за те месяцы, когда она реально будет осуществляться. Можно также платить наперед за квартал или год. И последняя новость выпуска. 29 ноября в Гомельском горосполкоме пройдет аукцион. На торги выставят 7 земельных участков на право заключения договора в аренду. Участок по улице Войсковой, 14А, предназначен для строительства и обслуживания специализированного здания по ремонту и техобслуживанию автомобилей, автомойке, шиномонтажа или производственно-складских помещений. На Шилово, 18А можно построить здание административно-складского назначения. В районе Красного Маяка – одноквартирный жилой дом. На Косырево можно разместить легкотипный торговый павильон. На Хатаевича, в районах Реческого проспекта и улицы Косырево, а также улиц Фадеева и Ефремова – объекты общепита. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить по номерам телефонов Гомеля. 3109-48 – это землеустроительная служба Гомельского горосполкома. Или 4197-86 – это Гомель Геодесцент. На этом у меня все. До встречи через неделю на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова